Уступили достаточно прилично, но я думаю, что нацеленность им сегодня не занимать, тем более, что есть. Павел оформить, нет, по попаданиям, но опять-таки на старте игры это все вполне себе нормальное явление. Шаульский. К тому вот это движение, взаимодействие очень хорошо, конечно, смотрится. Ну вот первый штрафной. Кстати, Бори Пантун в прошлый матч тоже пока не особо ясно так провел против Монфиса, который был. Но не добраться, это он первый слой штрафной. Позицию первого номера номинального можно принимать, с неплохим дальним броском. Посмотрим, что сейчас добавит. Вот так вот. Что делать? Никто не берет на себя такую прям роль. Управлен с и атаками, и действиями. Пока пристреливается, пристрелится, первый штрафной опять не попадает. В тот раз вообще-то кольца не докинул. Ушлин в нападении. Ну а игроки Тюнвклад будут пытаться защищаться, Шаульский на перехвате, исправлять свою ошибку. В предыдущем владении. И, кстати, новые лица для меня. Черных Андрей. Сейчас таким достаточно хорошим проходом через центр, но без попадания. Не помешало никак забить игрокам Тюнвсклада. Духанин. Пытал сейчас Салабута, мне кажется, этот мяч вернуть. Можно сказать, что Черных не зря палил. В том случае, если сейчас Салабута, хотя бы один проматать штрафной, то тогда Фолбис. Вот не Духанин был, прощай, это Губарев был. Я посмотрел на цифру 8. И вторую восьмерку не видел. Губарев, конечно. Второй Заминский. Мородин. Такое хорошее перебегание. Подокрываем. Дальше такое медленное-медленное развитие. И вот, пожалуйста, Губарев. Второй штрафной Раструбин. Губарев здорово отработал. Вернул владение. Ну и теперь нужно искать варианты, а какая передача от Маркова. Движение достаточно грамотное. У игроков в Беркель сразу дистанция начинает уменьшаться, когда это не сваливается в игру в один на один. Тургольский уклад вышел лаптик, кстати говоря. А вот им спортом, очень шинстойк. Это не лаптик. Это, вот, Максим, все правильно. От того, ну вот раз Хлудников здорово, как лаптик сейчас прилетел, успел этот мяч выбросить. Но подобрать было некому, а Смородин, но вот это реакция. За сон Булгаковым. Такой странный выбор броска, конечно, в надежде на полы. Это явно было, читалось, но там... А это Булгаков, вот сейчас отбился один в двоих, блокшотч отлично выписывает, но... Вот как-то подожили Беркли, явно заметно, что поуверенней часть я чувствую. Булгаков, очень хорошо сейчас на дриблинге всех там... Все, Булгаков у нас налить штрафных тем временем. Отменять, ну вот, блин, видишь, пока вроде ничего не отменяют, пока игра продалась. Надеюсь, пока без попадания, к сожалению, Апанасенко. Минут остается. Водение остается за Беркли, раструбим. В лицевую его запускают, хорошая, какая скидка. Охо, нет, нет, к сожалению. Ну вот это хорошее взаимодействие, качественное здесь, просто чуть-чуть не хватило того, чтобы мячить кольцо с валютой. Вторая так подряд, вот после таких хэндопов заслоном с периметра от Беркли пытаются, пытаются они заставлять сейчас... Ну и сейчас будет еще и пробивать свои штрафные. Немножко так пытаются, пытаются, разнообразие такующим действием... Беллиниен... Опять Лапти его там забыли, но вроде как успевает сами отработать... В этом... Да, Лапти получает 4 персональных, 4 вернее будет так сказать. Кстати, кто смотрел вчера Россия и Испания? Это четверть точно лидировали безоговорочно, а с реализацией завершения это тут большие-большие проблемы. Но... А в одного, трех от Барабанова нет, Раструбин, не ту позицию он занял, добраться до мяча не удалось. За спину его завалил, за спину его завалился, Абеллиниен, в быстрой атаке показывает, что у него-то с таким выбором решение все в этом матче жива. Более чем... Есть тот же Знаменский, есть Губарев, Берка, которые могут трех очковым действительно решить, что ох, как разкидают... Да, Шаульский на линии штрафных предупреждает... На линии штрафных предупреждают Кубе о том, что еще разговоры какие-то и тектари у нас полетят игрокам за лишние... Ну и смотрим, Знаменский что придумает... Неплохо, Губарева загружает, полукуриор не будет, сверху... Вот Шаульскому сейчас... Важно, наверное, было просто забить... Бугаков... Максиму нужно играть опять в краски, ему надо спускаться туда... Ой-ой-ой... Это прям баскетбольная красота в отдельном таком формате... Смородин... Вставляет, Салабут, мяч... Смород, когда Мурлеву забирают, еще раз... Нет, в этот раз все-таки близко было к тому, чтобы зацепить... О-о-о-о... Ой, да, Знаменский, ну завелся, завелся... В следующий момент, потом в защите отличная работа... И у нас остается всего лишь 6 очков разницы... Если Салабута сейчас забивает... Возможно, Салабута это будет делать... Именно ему мяч отправляет... Опять такие широкие переводы... Из одного края на другой... Раструбит... Где интересно... У меня сейчас в протоколе его хочу найти... У меня чуть-чуть пониже... Первая треха из шести... Но какая своевременная... А здесь... Столан Губарева... Какая же борьба у нас в итоге завязалась... Да, после первой половины... Казалось бы, шанс нет... Смородин... Здесь на скорости... Можно было пытаться... Под Булгакова туда лезть... И потом скидку делать... Но решил все-таки раньше... Кричем расстаться... Губарев... Ох, как-то... Получил спиной в трехсекундной... С ударом в пол... Развернулся, забил... Всего лишь 4 очка разницы... Мурулева нужно как-то... Сейчас Маркову придержать... Не дать раз... Окной... Да... Ну, 50 секунд... С одной стороны... Вполне себе достаточно времени... Для того, чтобы 6 очков... Без шанса...